приветствую друзья сегодня обзор вот такого заточного станочка мини станочка давно мечтал накопилась масса не заточенных сверел как где-то надо подправить отверточку где-то заточить ножик в общем наконец у меня появился такой аппарат решил сделать обзор посмотрите что из этого получается техника ну чисто не вот вот далеко не профессиональная если вы вдруг будете там обсуждать и говорит что это дерьмо ну понимаете что это для дома для мелких вещей для городского жителя как у которого негде установить нормальный станок порой что-то надо подправить я не на этом шило заточить может быть я не знаю подправить болтик чтобы он пошел по резьбе в общем аппарат для дома вот непрофессиональный что-то тянет что что-то тормозит камень полное дерьмо сыпется надо будет менять ну со временем естественно и скорее всего он скоро выйдет из строя потому что заточив три сверла я загадил всю кухню вот все в песке ну в общем посмотрите вот что из этого получилось здесь значит с одной стороны установлен шлифовальный круг с другой стороны абразивный камень для заточки обработки вот еще раз повторюсь вы сразу поймете если приобретете такой аппарат что камень плохой надо будет поменять значит здесь присосочки очень хорошо прилипает к столу не живи не прыгает не ерзает не сдвигается шланг для гровера для гравера вот такой он значит и к нему несколько насадочек но они настолько тонкие что даже не знаю что туда зажимать можно но потом посмотрю может быть что-нибудь приобрету вот значит регулировка мощности вот такая ну попробуем сейчас включить и поймете что это такое значит как она увеличивается мощный тель самый слабенький режим на нуле практически увеличиваем далее значит что хотел сказать мотор щеточный с обоих сторон стоят по щетке запасе щеток нет что удивительно обычно всегда идут запасные какие-то но это не беда в принципе подогнать подобрать это не проблема шлифовальный круг не пробовал здесь значит я еще раз повторюсь камень очень слабый сыпется просто безобразно надо или поменять но или же и этот довести так сказать до кондиции и потом поменять посмотрю что можно будет подобрать народ утверждает в интернете что таких камней очень и такие камни очень сложно найти но по моему сейчас найти можно все что угодно вот что еще сказать шлифовальный круг еще пока не пробовал в принципе ничего шлифовать вот так здесь значит еще такая вещь как вот защитные стекла ну лучше конечно работать в очках сами знаете меры безопасности и глаза превыше всего вот надо беречь себя струя еще раз говорю сыпется камень очень серьезно поэтому глаза может попасть поэтому одевайте очки давайте посмотрим попробую вот ну я не знаю заточить сверлышко например одно второе там притормаживает он ну что в принципе затачивать сверла можно что еще и говорю может подправить там что-то такое этого достаточно для дома что еще нужно в принципе ножичек подточить стамесочку может быть ну шила я говорю все реально в принципе для дома нормально вот хотел попробовать заточить примеру нож на что получается то есть диск и корпус мотора они одинаково по размеру и ручка ножа получается что мешает заточить нормально нож видите как значит одна сторона в принципе одной стороны я могу нормально заточить да а другая сторона мешает ручкой то есть приложить ровно к камню нож невозможно нужен камень большего размера или жену другую сторону но наверное да другой стороной нож переворачивающим камень маловат одного размера с мотором по хорошему конечно для ножа достаточно обычного оселка если ножи хорошие ну бывает бывает я не знаю там у меня есть сапожный нож и опять же вот немножко будет неудобно как-то вот это сделать ну ерунда так следующее сланг для гравера трос для гравера как его правильно назвать фиг вы знаете в общем прикручиваете левая резьба я кручу не в ту сторону левая резьба потом только дошло ну в принципе это правильно и логично чтобы он не открутился во время так сказать работы левая резьба рекомендую ребята значит в интернете рекомендуют сразу перед использованием смазать шланг залить может быть силикона или что-то потому что он немножко притормаживает изначально то есть они даже не прокручиваются надо его выпрямить чтобы моторы запустились вот поэтому не пожалеете смазки силиконовой или что там трубочкой туда налить чтобы пролилось не не знаю но какие-то не стандартные крепления для головок дроверных вот у меня есть набор а он сюда не подходит то есть совсем тонкие зажимы но потом посмотрю может быть что-то куплю но я пока не собираюсь ничего гравировать пока нет такой так сказать идеи но хотя раз и вдруг захочется как начну потом гравировать все и не остановлюсь вот такие вот дела вот такой вот аппаратик принципе меня устроит нормально для домашних условий единственное опять еще раз повторяюсь камень ерунда надо работать с ним где-то я не знаю на балконе чтобы не загадить комнату там или кухню в общем надо очень в этом смысле быть аккуратным камень цепится работать надо в очках обороты нормальные в принципе достаточно для домашних условий еще раз повторюсь не надо ничего придумывать ребята это не профессиональный аппарат это аппарат для так сказать ну для редкого редкого использования в профессиональном смысле он далек от этого названия в общем вот так вот всем всего самого наилучшего всем добра не знаю нужен не нужен вам и такой станочек мне мне кажется он пригодится не так часто я жена будет ругать наверное за то что я кухню загажем вот всем добра не болейте и ведите себя